Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог и сейчас я гуляю в магазине Фамилия. Снова вернулась моя любовь к этому магазину. Правда, я ничего в этот раз не приобрела по той простой причине, что я вообще шла, мне нужно было дозаторы хотела для мыла купить, для ванной комнаты, на первом, на втором этаже, для кухни. В общем, хочу заказывать мыло прям большими упаковками 5-литровыми и разливать, так получается, выгоднее. Но что-то я ничего для себя такого, из того, что мне хотелось бы, именно вот эти дозаторы не нашла. Хотя здесь много очень симпатичных, но хотелось бы, чтобы еще они подходили к интерьеру. В принципе, здесь достаточно много, обычно вот этих всех дозаторов, стаканчиков, чего-то для ванны мало, но здесь достаточно много. Ну, как-то вот, не знаю, 199 рублей, вот такая мыльница. Вот все это керамическое, в принципе, много прикольных вещей здесь. Ну, конечно же, посуда, прошлась я, но что-то опять, вот, знаете, бывает, не приглянулось ничего. Поэтому зашла в магазин Ревгош, немножечко покупок вам покажу дома. В общем, походила, погуляла по торговому центру, так сказать, расслабилась немножечко. Так, ну что, девочки, приехала я домой. Сейчас покажу вам свои покупки из магазина Ревгош и еще заехала на Вальборис, получила свой заказик. Тоже вам все покажу. Я купила себе в Ревгош, смотрите, какую клевую помаду. У меня точно такой же цвет был в моей юности. Можно так назвать, когда мне было лет 18, наверное, слушайте, я очень часто пользовалась такой помадой. Сейчас солнышко светит, наверное, особо не видно, но я сводчики на руке сделала, все распаковала. Сейчас вам покажу. Покупки у меня очень-очень маленькие, так что, ну, совсем немножко. Так что давайте быстренько покажу. Вот так я тут все распаковала из карандашика и еле-еле сняла вот эту вот обертку. В общем, вот такой купила Каял от Ева Мозаик. Вот, кстати, мне нравится эта марка, у нее помада еще прикольная. Вот, вот такой вот он, видите, прям насыщенный такой. Ну, давай, фокусируйся, не хочет. Вот, видите, насыщенный такой прям карандашик как раз для межреснички будет супер. Помада, вот она, девочки, смотрите, какая. Она с таким перламутром, что ли, розовая перламутровая помада. Вот такая вот от Люкс Визаж. Вот, мне, кстати, и многие из вас рекомендовали попробовать помаду от Люкс Визаж, вообще белорусские помады, тон второй, у меня вот такая вот, но цвет просто огонь, мне очень нравится. И также на пробу я как-то спрашивала у моих зрителей, кто-нибудь пробовал от Лимони БиБи Крем. Мне писали, что не очень понравились, но не знаю, я попробую. Вот свочек, вот он сам крем. Взяла вот такую малышку, стоила она 400, 400 с чем-то рублей, SPF 27. БиБи Крем, это у меня первый номер. Там тестеров не было, но я спросила у девушки, девушка сказала, что для светлой кожи первый тон, тон для чуть загорелый второй тон, вот. Так что, а, и, конечно же, вот это вот тушь, увидела там тушь. Меня, кстати, спрашивали, какой именно я пользуюсь. Вообще, я брала для тонких ресниц, до этого решила вот такую попробовать эффект умножения и удлинения для непослушных ресниц. Но я так понимаю, что это, типа, подкручивать, наверное, будет. Тоже от Люкс Визаж. Мне очень нравится вот эта тушь. Я всем советую. Я ее на Вальборис также заказывала, но увидела в Ревгош, на нее тоже была скидка. Цена такая же, как на Вальборис, поэтому решила ее взять. Вот и всего у меня было покупочек в магазине Ревгош. Дали огромный пакет и дали один вот такой вот пробничек аромата от Босс. Вот. Не знаю. Не знаю. Надо будет попробовать сейчас. Сейчас попробовала, проснула себе немножко на запястье. Ну, такой свежий, какой-то свежий цитрусовый аромат. Не очень мне, но по мне так. Ну, не знаю. Похожу еще. Парфюмированная вода для женщин. Вот такая. Не знаю. Ну, не мое это. Такой свежий цитрусовый немножко зеленый аромат. И давайте покажу Вальборис заказ. Так. Я пришла мне все вот в такой коробочке. И я снова заказала себе вот этот вот очиститель. Чудо-очиститель от марки Бренд Фри. Я считаю, это действительно очень универсальное средство. Я обожаю такие средства, потому что их можно использовать для всего. То есть, нужно там почистить кроссовки. В прошлый раз я вам показывала, я ребенку кроссовки, белую подошву, да, от... Отчистила при помощи этого очистителя. Я добавляю его где-то примерно столовую ложку. У меня ложка... Ну, мерная ложечка у меня от другого порошка. И я добавляю... Ну, там получается столовая ложка при каждой стирке внутрь барабана для усиления. И действительно, белые цвета, ну, белая одежда, она как бы легкий такой отбеливающий эффект получается. Вводится пятна, удаляется запах с одежды. То есть, просто супер. Ну, и можно очищать, например, те же сковородки и так далее. Вот сейчас я как раз хочу почистить одну из своих сковородок. Вот. Или кастрюлю. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Потому что он у меня до этого закончился. Я заказала себе вновь. Я очень рекомендую его, девочки, абсолютно всем. Отличное средство. Буквально столовую ложку. И вы все очистили. Надолго хватает, действительно. И отлично все очищает и удаляет запахи. Также я его использую для мытья кошачьих лотков. Я этого, конечно, вам показывать не буду. Ну, в общем, насыпаю немножечко, даже меньше, чем столовую ложку, в лоток. Добавляю туда горячей воды. Споласкиваю все и все. Запаха никакого нет. Хорошо все очищает. В общем, супер. Ну, давайте почистим что-нибудь на кухне этим средством вместе с вами. И вот я добавляю при каждой стирке этого очистителя где-то столовая ложка. Это у меня мерная ложечка от другого порошка. Вот я пользуюсь ей. Ну, где-то столовая ложка получается. И белье вот такое белое. Это, ну, скажем так, рубашка, да, футболка пола моего старшего сына. И, видите, поддерживается такой белый цвет на ней. Поддерживание цвета, да, можно так сказать. Но добавляю, если есть пятна и в цветное белье. Цветное белье не портит совсем. Очиститель этот можно использовать не только для стирки, но и, соответственно, для чистки различных поверхностей, сантехники и также для посуды. Сегодня я вместе с вами хочу вывести такие загрязнения на одной моей кастрюльке. Она достаточно старенькая, вот, вот такая вот, но мной очень любимая. Надо будет ей, не знаю, не хочу искать ей замену. Она мне очень нравится, хотя ручки здесь пластмассовые, плита у меня газовая. И ручки уже немножко подобгорели. Но она мне очень нравится, очень удобная кастрюлька. В общем, я решила привести ее в порядок. И вот как раз буду добавлять сейчас сюда в тазик сам очиститель. Где-то полторы столовые ложки, как написано в инструкции, да, на пакете. Вот, и заливать все это горячей водой. Я немножко нагрела воду на плите и как раз буду замачивать. Минут на 15 я иногда, если вот сильные какие-то сгрязнения, я оставляю чуть подольше. Видите, уже пошла реакция. Наливаете горячую воду и вот такая реакция. Буду замачивать, только что-то я мало взяла воды. Сейчас нагрею еще и добавлю и оставлю минут на 15. Так хочу, чтобы она прямо вся у меня была в этом растворе, скажем так. Вот, видите, уже начинает идти реакция. Но надо мне побольше воды сюда налить. Добавила еще воды сюда. И видите, вот уже такая прям реакция идет. Все шипит. И грязь потом очень хорошо. Всякая накипь и так далее очень хорошо отходит. Так что я очень рекомендую. Сейчас у меня постоит эта кастрюлька минут 15 здесь. И я ее просто промою губкой и посмотрим, как она вывела. У меня вот эти, ну скажем так, налет такой где-то что-то пригорело у меня. Хочу вам показать. Смотрите, видите, такие черные точечки. Это вот как раз нагар, я так понимаю, отходит от самой кастрюли. У меня в районе ручек нагар и по ободку вот здесь вот, ну, такой нагар образовался, да. Вот. Ну что, постояла она 15 минут. Смотрите, желтая вода. То есть все отошло. Я ее сейчас промою под, ну, просто обычным средством для мытья посуды и покажу вам результат. Но уже видно, что она блестит, как будто бы начищенная серебром. Я очень люблю, когда вот такие блестящие у меня кастрюльки, вот, и сковородки. Поэтому сейчас вот я ее промыла просто губкой, просто обычным средством для мытья посуды. И вот так вот, все вот здесь вот между ободком и ручек отошел вот этот как раз нагар. Ручки у меня, конечно, немножко обгоревшие, вот, но тоже стали получше выглядеть, чем раньше. И как вы видите, вот здесь вот по ободку тоже весь нагар ушел, абсолютно весь. Здесь она чистенькая, блестящая, мне очень понравился эффект. Вот, буду еще сковородку, мне надо одну также почистить. В общем, чищу все. Средство, когда хорошее, знаете, хочется и привезти дома, и свою посуду, кухню и так далее в порядок. Поэтому такой вот замечательный помощник. Рекомендую, ссылка под этим видео. Ну, а я еще наготовила тот обед. Кстати, еще одна кастрюлька, которую мне нужно почистить, это вот эта. Обязательно ее тоже почищу. Приготовила вот такой супчик для своих детей. Они очень любят. Добавляю сюда сосиски, вермишель. И добавила сюда сливки. В вермишель у меня вот такая маленькая, картошка. Мясо не любят они, когда есть супе, что муж, что дети. Поэтому я всегда варю бульон, ну, скажем так, мясо-костный бульон варю. Вот. И второй, это для мужа. Он у меня заказал этот супчик. Это тоже с плавленым сыром сливочным, да. С перловкой грибной суп. Вот. Он очень меня любит с перловкой. Получается такой прям наваристый, вкусный. Вот такой вот обед. И я тут наварила, кстати, достаточно часто. У меня первых блюд в холодильнике два. Потому что, ну, разные вкусы. Еще, кстати, сварила на ужин. У меня есть котлеты в холодильнике и гречку сразу же сварила, пока тут готовлю, чтобы уже у меня было. Девочки, хочу вам показать нашу погоду. Во-первых, у меня полностью распустился вот этот. Да, он, по-моему, называется аморалис. Я могу ошибаться. Вот. Такая у меня весна на подоконнике. И зима такая на улице. Это ужас. Вот вторая стрелочка у меня еще пока не распустилась. Меня спрашивали, обрезаю я на зиму их или нет. Нет, нет, у меня сами листья высыхают и опадают где-то к декабрю месяцу. Видите, у меня еще тут будет цвести. И я в этот период не подкармливаю и очень редко поливаю. Начинаю подкармливать, когда он начинает выпускать стрелочки или листики. Конечно, мой помощник. Куда без помощников я? Они у меня везде. Вот. И подкармливаю для цветения, обильного цветения цветов. И вот такие вот, вот такая красота у меня на подоконнике. И зима, зима на улице. У меня уже весна в душе, но зима со мной не согласна. Погода вообще со мной не согласна. Поэтому, но красивый снег прям такой хлопьями. Ветра практически нет. А вот там вот моя Бона хулиганичит. Она обтирается. Я не знаю, чешет спину себе, наверное. Вот об этом. Это вообще такая, по-моему, называется горная сосна. Такая раскидистая, которая не вверх, а как бы такая ползучая. И, в общем, Бону уже за эту зиму обломала ей несколько веток. В общем, вот таким вот историей она. Я так понимаю, чешет спину она таким образом. Очень ей нравится. Иголочки, все как она любит. Вот такая бандитка. И сейчас вся снежная, мокрая пойдет у меня в дом. Но погода, согласитесь, прям такая сказочная. Прям такие крупные хлопья снега. Очень красиво. Но я уже хочу весну. Уже все, честное слово. Уже снег, холод тоже надоело. Хочется солнышка, хочется радости. Я тут где-то в новостях слышала, что у нас в Питере в этом году за зиму было всего 62 часа солнца. Представляете, какой кошмар. Даже сейчас нет солнышка. Идет снег. В общем, Бону развлекается как может. Нравится ей. Она еще любит валяться в снегу. Вот видите, мордочку туда внутрь. Снег засовывает. Не знаю, охлаждается или что она делает. Ну, в общем, мои девчонки домой. Домой пытаюсь их загнать. Бегут. Видите, вся в снегу. Сейчас будет мокрая вся. Ну, а вечером я принимаю ванну. Хочу вам, кстати, показать одно средство. Заказывала я его на Вальберес. Оставлю вам ссылочку тоже на него. Очень классная. Сопропиловая вот эта грязь. Единственное, что вода действительно пахнет грязью. Вода выглядит немножко грязной. И вот на камеру она такая более желтоватая. На самом деле она такая сероватая прямо. И пахнет, да, вот такой. Где-то я читала комментарии тухлой тряпкой. Ну, что-то в этом есть. Да, я где-то отчасти согласна. Но это средство очень хорошо действует на расслабление. Расслабление мышц, ног. Если вы вот приходите, там, к вечеру очень устаете. Видите, какая вода. Она такая даже зеленоватая какая-то. На лицо сделала себе вот такую масочку еще. Вот. От Аравии. Очень она мне нравится. С минеральными грязями. Тоже прямо у меня грязевой такой процесс вечером. Но мне очень нравится. Очень расслабляет вот это средство мышцы. Если вы к вечеру устаете, если у вас какая-то физическая работа, я вам от всей души советую. Не скажу, что там как-то сильно действует на кожу. А вот на расслабление очень сильно. И спишь потом как просто, как младенец. Так что рекомендую. Оставлю на этот эликсир. Ссылка вам под этим видео. Так что советую, девочки. Ну, и на такой релаксной ноте я на сегодня буду уже с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую. И до новых встреч.